Вспышка бешенства зарегистрирована в соседнем, Забайкальском крае. На его территории отмечены два очага инфекции – переносчики, крупный рогатый скот и дикая лисица. Дело в том, что бешенство, оно с оболеванием передается укусами, царапинами, мелкими повреждениями, слизистой оболочки. То есть бешенство болеет все виды животных. Пока ни одного случая заражения в Ангарском районе не зафиксировано. Однако ветеринары все же рекомендуют поставить своему домашнему любимцу вакцину от бешенства. Тем более, что это совершенно бесплатно. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. И иногда крыши над головой, теплые подстилки и миски с едой недостаточно для благополучия наших домашних животных. Поэтому не забывайте вовремя обращаться к ветеринарам и ставить прививки. По словам ветеринаров, прививки кошкам и собакам нужно ставить комплексно. Раз в год и сразу от всех заболеваний. Мы как нерегулярно, когда по надобности заболели, пришли. Прививки прием еще сейчас ставят. Если вы заметили у животного одышку, повышенные слюноотделения и агрессивность, немедленно обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику. Но и дожидаться, пока домашний питомец заболеет, не стоит. Лучше привить своего четверногого друга и избавить его от ненужных страданий. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.